Всем привет, ребята! С вами снова я, Фатик! И сегодня я буду снимать на вашу распаковку из золотого яблока. Что-то Маску пила на 50 тысяч рублей! Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И да, добро пожаловать в распаковку покупочек из золотого яблока. Кто не осмотрел этот шоппинг, вы многое пропустили. Он реально был топовый. Я там хорошо так затарилась. Почти на полтинник. Кто подписан на мой телеграм-канал уже знают, сколько я потратила на все взыдя. Но для тех, кто вдруг по какой-то причине этого не сделал и не посмотрел, покажу вам чек. Он такой достаточно длинный. У меня шикарная карта из золотом яблоки, скидочная, которая дала мне в скидку от всей суммы в 17 тысяч рублей. Прикиньте. И за все про все я заплатила 48 тысяч 564 рубля 60 копеек. Сразу вам всю информацию в начале видео и слила, сколько я потратила. Я посмотрела весь свой шоппинг от начала и до конца, который идет 50 минут. И поняла, что у нас замечательный монтажер. Привет тебе. Который на самом деле столько вам всего не показал. Так что, если вы думаете, что вы видели все, что я купила. Нет, это неправда. Наверное, процентов 30 от вас скрыли. Распаковки будет 100%. Я еще думала, надо, не надо. Тут, знаете ли, такая ситуация, что точно надо. Начнем с того, что у меня три пакета. Они огромные, но они не бумажные. Бумажные у меня тоже есть, не подумайте. Как я поняла, те бы не выдержали все то, что находится вот в этих пакетах. Поэтому у меня тут люхари вариант. Кстати, мне подарили подарки, я вам об этом даже не говорила. И начнем, наверное, с подарков. Первый пакет. Здесь я 100% знаю, что есть подарок, потому что это самый большой подарок. И это Марк Джейкобс. Да, подарили просто за большую покупку. Тут даже написано гифт. Я без понятия, что это такое, была, пока не села за стол, не вытащила эту коробку. И не пришла здесь на обратной стороне, что здесь должна быть косметичка. Давайте, анпакинг. Та-дам. Ребят, Дейзи, это те самые духи с такими цветочками. Я вам тут вставлю скрин, как они выглядят. У меня таких нет, к сожалению. Но зато косметичка теперь будет. Ой, ребята, такая крутая вообще. Боже, прям Пинтерест, реально. Смотрите, написано Дейзи, Марк Джейкобс, все блистает. Я не ожидала, что она бы такая красивая. Знаете, я ждала косметичку, а-ля вот как мне Аблитуаль дарили. А тут, конечно, все намного круче. Но она даже достаточно такая глубокая. Тут даже есть такая вот специально защитная штучка. И даже гравировочка есть Марк Джейкобс. Класс. Продам на Авито. Дорого, пишите. The next. Следующий подарок это вот это. Тут тоже написано подарок. Сделано в Италии. Я не знаю, что это такое. Наверное, какие-то румяшки. Называется Glamorous Mono. Ой, какой кошмар. Какие ужасные тени голубого цвета. Но их можно использовать, я надеюсь, как хайлайтер. Та-дам. Они запеченные. Они реально прикольные. Нанесем на носик. Немножко. Тебе как? Что, реально? Синий вид мне жестко. Ну ладно, буду сегодня у вас такая немножко морозная снегурочка с синим носом. Класс. Кто знает, сколько они стоят, напишите в комментариях. Написано, что это 15-й тонн оттенок. И да, ребята, как вы, наверное, заметили, мы немножко все приболели. Сначала Денис, потом и я за ним, конечно же. Ну куда без этого? Три дня спала на диване, чтобы не заразиться. И вот. Победитель. А еще сегодня геомагнитный буря 7 баллов. Меня вообще штормит, но все равно видео я вам снимаю. Башка вот такая вот. Болит, я уже три таблетки выпила. Ничего не помогает. Старости рада, как говорится. Буду просто рада вашим поддержкам в виде лайков за то, что даже в такие моменты я не бросаю свою работу и снимаю для вас ролики. Ой-ой-ой, а что это у нас тут такое? Такая красивая коробочка. Да еще и от магнит. Вот это подарок. Думаю, вам тоже интересно посмотреть, что же там такое внутри. Так что давайте открываем. Вот это да, ребятушки. Здесь нас ждут новинки из магнита. На все три. Раз, два, три. Вау, сколько красивых и ярких коробочек. И я уверена, очень вкусных. Первым делом я хочу открыть вот эту коробочку. Итак, ребят, нас тут ждет ассорти конфет с жидкой начинкой в корпусе из ассорти шоколада и обжаренных орехов. Это даже звучит очень вкусно. А вот только представьте, как это будет на вкус. Начнем с того, что тут у нас три вида шоколада. Белый шоколад, молочный шоколад, два варианта конфет и темный шоколад. Кстати говоря, все начинки у этих конфет основаны на коктейлях, которые также изображены на коробочке. Честно говоря, здесь ничего не пробовала. Поэтому начнем просто с белого шоколада. Это так необычно. Сверху такая сливочная, обволакивающая вкусовщина. Шоколад. А внутри что-то такое пикантное и с небольшой кислинкой. Это очень необычно. Подобного я никогда не пробовала. Теперь давайте попробуем вот эту конфету в темном шоколаде с начинкой джин-тоник. Ребята, вот это да. Такой немножечко хвойный аромат и хвойный вкус. И все это в темном шоколаде с хрустящим как бы орехом. Я знаю, кому это точно понравится. Оператору. Теперь давайте пробовать вот эту шоколадку. Виски кола. Ребята, это тот самый классический коктейль с колой. Кола, лайм, немножечко льда и все это в шоколаде. В общем и целом это было очень изысканно и добавило особого настроения в мой сегодняшний вечер. Опачки, а это у нас что тут такое? Попкорн? Да еще и в таком красивом стаканчике. Стоп-стоп, нет, это же шоколадные конфеты с попкорном. Давайте их пробовать. Та-дам! Я думаю, вы уже успели заценить. Типа стаканчик с попкорном. Как тут нужны шоколадные пралине с кремом и начинкой из настоящего попкорна. Это должно быть ультра оригинальное сочетание. И это было волшебно. Конфетки на 10 из 10. Кстати, ребят, если вы хотите попробовать эти вкусняшки, знайте, они представлены эксклюзивно в магнит и по очень приятным ценам. Такой подарок, думаю, точно заценят все. Я так точно заценила. Тут еще куча всего, так что давайте дальше пробовать. А давайте-ка посмотрим на Гуд Микс. Здесь два батончика. И, если честно, я их уже пробовала. Это новинка Гуд Микс со вкусом кокос. Та-дам! Внутри идет два батончика. Батончик идет в молочном шоколаде и обсыпан кокосом. Выглядит это уже очень вкусно. Внутри нас ждут хрустящие вафли и шоколадно-кокосовая начинка. Нежненько, сладенько. В качестве перекуса самое то. Теперь давайте посмотрим на Моцарта. Я их уже тоже пробовала. Это конфетки с марципаном. Здесь два вкуса марципана. Здесь 200 грамм. Выглядят они очень презентабельно и роскошно. Данные конфеты идут от фирмы Ламберс. Это популярный немецкий бренд. Конфеты покрыты темным шоколадом. И внутри начинка из пралине. И марципана двух вкусов. Миндального и фисташкового. Но такое я с удовольствием попробую и в сотый раз. Честно, хочется съесть все. Но я, конечно же, на диете. Моя диета. Магнития на них очень выгодная цена, как и на все конфеты, которые представлены в этой коробочке. Теперь давайте посмотрим, что же находится в такой шикарной, роскошной красной коробке. Зацените, каждая конфетка находится в индивидуальной упаковке. В каждой конфетке должна быть целая вишня, выдержанная в ликере и залитая толстым слоем шоколада. Это должно быть вау. Пахнет праздником. Это было очень вкусно. Как по мне, это идеальный подарок для мамы, бабушки. Потому что это настолько вкусно, что заценит каждый или каждая. И последняя самая, можно сказать, большая коробочка в этой коробке. Тут нас уже ждут конфеты с грильяжем. На вариант есть грильяж с фундуком, с фисташкой и грильяж с арахисом. Ребята, это фундук. Кстати, ребят, это новинка в магнит. А для декорирования коробки использованы пейзажи, достопримечательности, провинции Болу в Турции. Так как данные сладости производятся именно в Турции. И тут на выборах три вида шоколада. Молочный, белый и темный шоколад. Ну что, давайте пробовать. Но, честно говоря, я уже знаю, что начинка там ого-го. Хочу попробовать с молочным шоколадом. Я поняла сейчас для себя, что все-таки фундук и молочный шоколад это сочетание пушка на 10 из 10. Божечки, это было так вкусно, круто, что магнит подарил мне такую большую коробку сладостей. Теперь я знаю, какие подарочки выбрать своим близким на 8 марта. Да и вы теперь тоже в курсе, что к чему и купите самые вкусные подарки в магнит. Ну и последний подарок это La Roche-Posay. La Roche-Posay. Не главное, как он считается. Главное, что хорошее средство. Итак, это у нас очищающий пенищийся гель для жирной чувствительной кожи. Здесь 50 мл. Также написано, что это подарок. Спасибо. У меня, кстати, такое, по-моему, даже был. Вообще, мне нравится продукция La Roche-Posay. Она аптечная, считается вроде как, да? Ну, классная. За свою цену. Она такая среднячок. Огонь. И теперь переходим к распаковке покупок. Я без понятия, как что-то сложно, поэтому мы просто вот буду все подряд втаскивать. Мне так нравится больше. Хотите прикол? У меня еще посылка с Я Едет, и там я посмотрела, я тоже масок заказала. Итак, у меня здесь куча масочек Дарлин. Вот эту обстановку я бы хотела назвать телеграм-канал Эстетик Герл. Итак, у меня здесь масочки Блэк Ши, балансирующие с бамбуковым углем, сужающие и очищающие упоры. Две штуки. Вот это то, что я могу рекомендовать прямо сейчас. Они стоят по скидкам 100 рублей за ям. И они реально классные. Это глубоко увлаждающие, восстанавливающие тканевые масочки. Называются они Тол Дурин. За свои деньги офигенные. Далее, это маска с тройным эффектом расслабления, смягчения и свежести. Я не помню, тестировала такую или нет, поэтому вот, взяла. Маска с охлаждающим эффектором, которая как бы не охлаждает, но я хочу попробовать второй раз дать ей шанс положить ее в холодильник. Что будет? Маски, которые, как вы понимаете, love is love, это освежающие своим эффектом сияние, как ты это сделала. Прям 10 из 10 реально кожа светится после них. Маску, которую я не тестировала, я вам говорила об этом видео, для быстрого увлажнения и защиты кожи на ходу. И моя любовь-любовь. Я сказала, что она хорошо увлажняет кожу в видео. Это действительно так, но она по большей части все-таки питательная. Это и есть питательная 3D маска, бальзам с обогащенной формулой. Вот знаете, я ее рекомендую в тот момент, когда вы погуляли. Это я вот про себя, допустим, могу сказать. Кожа у вас обветрилась, потому что у вас либо не было макияжа, либо было его недостаточно для защиты кожи. Кто не знает, ребят, макияж хороший, он защищает вашу кожу от внешнего воздействия. То есть это такой барьер, это защита. И я каждый раз, когда без макияжа, об этом жалею. У меня и прыщи начинают вылазить, и кожа вся обветренная. Короче, треш. Поэтому я стараюсь каждый день краситься. Ну так вот, если вы вдруг погуляли, и вас немножко обветрило, или в целом еще что-то произошло, и вы чувствуете, что кожа немножко такая раздраженная, вот эта маска восстановит ее. Ребята, смотрите, какого бабу Яр мне подарила мафа. Он такой клевый, я его так люблю. Стоят они, конечно, не супербюджетные, 400 рублей, но они того стоят. The Next, это почему-то один вот такой вот энергетический тоник. Надеюсь, мы тут найдем второй. Я ждала уже, когда я его достану, чтобы начать им пользоваться. Мы купили такие два для меня и для Дениса, но я вам все рассказала. Он огонь, огнище, прям любовь-любовь. Давайте по масочкам уж пройдемся. Я взяла такую тканевую маску для сужения пор, ребят, за 600 рублей, которая одевается чисто на вот эту вот зону, даже не Т, как бы, да, а нос и щеки. Я ее протестирую, обязательно вам про нее расскажу. Скорее всего, буду рассказывать в своем ВК-сообществе. Подписывайтесь на него. Мы стараемся его ведем, как можем. Там много информации эксклюзивной, так что переходите туда. Это должно быть реально вау, раз это стоит 600 рублей. Почему я взяла эту маску и надеюсь, что она будет вау? Потому что было дело, я затестировала вот эти патчи, одну пару тоже, которые стоят 60 рублей, и у меня эффект реально поразил. У меня ушли все отеки, у меня все разгладилось. Я не могла поверить своим глазам, поэтому я взяла таких две штуки. Далее от Darling у меня еще здесь Brow Fiction, такой вот фиксирующий гель. Но это я все для теста оставляю. И тинт-лайнер для бровей. У меня такое чувство, что тинт-лайнер у меня уже есть. Я купила еще, но ладно. О, вот это я прям хочу с вами сейчас посмотреть. Это Organic Kitchen, конкретно этот продукт называется Welcome to California. Крем-бронзер для лица и тела. Я не вижу здесь каких-то прям суперкрупных блесток, но если присмотреться, там есть какой-то сияющий пигмент. Что он так начинает как-то даже немножко пениться, когда на ночь оно впитывается быстро. Хочу посмотреть, будут ли блестки. Слушайте, ну блесточки очень нежные. Это не вырви глаз, они настолько незаметные, честно, что я как бы ожидала более сияющего эффекта. Пахнет очень вкусно какой-то малиной со сливками, сладенько. Мне очень понравилось, похоже на какой-то даже немножко йогурт. Питалась вообще за секунды, и нет никакого чувства липкости. Это классно. Ставлю лайк. Далее, наконец-таки, Body Dew для оператора. Это у нас уже вторая бутылочка, еще должна быть где-то третья. Это от Дарлинга. Да, увлажняющим излетело, который Денису так понравился, с пробиотиками и маслом сладкого миндаля. Сразу могу вам его рекомендовать. Он сейчас вообще на скидках был 600 рублей, вот мы взяли два. Надо было больше, наверное, брать. Очень удобная вещь, если вы с сухой кожей, но при этом у вас нет времени намазаться, или вы не хотите ждать, когда впитается лосьон, вообще не хотите ничего ждать, вот так вот. Побрызгали, сидели и пошли. Либо же спать пошли, потому что устали, да, и не хотите массы, либо же пошли по делам утром. Смотрите, какой легкой штучкой вуалю это все облачком распространяется. Класс, класс. Давай руки подставляю влажнись. Аромат очень нежный. Не сказать, что он прям вау, этот аромат. Знаете, какой-то огурец с чем-то ванильным. Странно даже немножко. Но он прикольный. Следующее, что у нас в этом пакете, это вот такая вот штучка от Натура Сибирика. Называется Fresh Spa. Таежный янтарь. Медовый скраб пилинг для лица. Это для лица, я думала, это для тела. Пархатная кожа лица, визитная карточка любой современной девушки. Сочетание двух видов меда, таежного и хвойного, подивого, подивой мед, обеспечивают кожу ценными редкими витаминами. Давайте распакуем. Я, знаете, взяла чисто ради стекляшечки, чтобы не потом как бы йогурт делать. А йогурт не царает. Кто понял мою шутку? Молодцы. Не смеетесь? Как по мне, пахнет медом, который гречишный. Ну, такой, знаете, прям, ух, такой. Консистенция очень жидкая, честно, не хочу трогать ее. Но потом обязательно затестирую, вам расскажу. У меня здесь много продуктов от бренда Parisa. Я не знаю до сих пор, как произносится. Но вы знаете, что я там закупилась на отдельный затез, поэтому все, что связано с Parisa, я буду просто показывать вам и складывать на стол. Коричневая тушь, вот такие румяна, бальзам для куб от Parisa. Далее от этого бренда вот такие румяна, такие румяна-кремовые. Невероятные красоты тушь, уже хочу ее затестить. Упаковка нереальная. Ребят, ждем за теста. Я надеюсь, в ближайшее время я найду в себе силы и сниму тест косметики. А меня ждет тест косметики Everline уже 2 месяца. Тест косметики Darling. Тест косметики Influence. Нервный смех. И вот сейчас, Parisa, как бы все есть, дайте сил, дайте время. The Next покупка, это вот такой вот универсальный гель алоэ. Возможно, где этого можно купить выгоднее, но, честно, я бы забыла. То есть, это тот самый оригинальный гель алоэ от Holika Holika. Есть, конечно же, и другие подешевле, но вот этот прям 100% хороший. Боже, этот аромат у меня ассоциируется с летом. Лайк. Вы не знаете, что я купила 100%. Это у нас от Organic Kitchen бальзам для губ. Чума вечеринки! Я обожаю ее. Теплоход, сколько стоит шмот или пароход, что там как-то было. Только ради нее я смотрела эти выпуски. И вот она в коллаборации с Organic Kitchen выпустила такой вот бальзам. Я уже за я посмотрела, что он очень странного цвета. Сейчас вы это тоже увидите. Видите, какой он? Он ярко-ярко-розовый. Но я думаю, это под яркую внешность чума. Ведь чуриночки. Пахнет чем-то опять-таки ягодным. Прикольно. Мне не нравится сильный оттенок. Я поняла, что я не очень люблю бальзамы с оттенками, потому что, как правило, они очень розовые и как-то не подходят моему образу. Но я взяла ради чумы, понимаете? Хотела ее поддержать. Здесь у нас 10 миллилитров. Стоит, по-моему, эта штучка в районе 300 рублей. Я так задумалась, а если бы мне Organic Kitchen предложили, ну, типа, сделать коллаборацию? Что бы это было? Я знаю. Это был бы крем для пяток. Но что-то все всякие праймеры, крем для лица делают. О пятках не то, знаете ли, не позаботился. О пяточке это самое главное. За ними не всегда ухаживать. Надо всегда кремочком мазать. Я всегда вот мажу. А вы пишите в комментариях. И Organic Kitchen. Ну, ё-моё, давайте крем для пяток выпустим. И последнее, что есть в этом пакете, это вот такая вот базовая палетка от Revolution. Планирую прям сегодня кинуть в мою косметичку и начать пользоваться. То есть я ее купила чисто на каждый день, чтобы во время, так сказать, рабочих процессов краситься. У нас тут 8 цветов. Я уже жду того дня, когда я снова поеду в Золотое Яблоко, потому что мне там так понравилось шапиться. И куплю там еще каких-нибудь палеток. Итак, начнем с того, что это железная упаковка. Но при этом она, смотрите, матовая, не глянцевая. Потрогай, какая она приятная на ощупь. Так сильно, прям кайф. Прям кайф-кайф. И открываем. Та-дам! Да, ребят, это реально вау. Здесь базовые оттенки для меня. Называются Light, Glisten, Cashmere, Cashmere, Unite, Honey, Quartz, Serenity и Bronze. Сейчас вам сделаю сфотчи. Офигели? Я тоже офигела. Очень нежная такая бархатистая текстура. Они такие, знаете, сатиновые, безумно приятные. Прям балдеж-балдеж. А это в прямом смысле крупные блески. То есть это не просто какие-то шиммерные тени, это прям блески-блески. Что сказать? Я в прямом смысле в восторге. Очень рада, что я ее выбрала. Мне кажется, эти оттенки идеально подойдут мне на каждый день. А еще тут есть зеркало. Это очень удобно. Хотя я всегда с собой таскаю это большое зеркало от Beauty Bomb. Но неважно, за зеркало лайк. Надеюсь, палетка не развалится за неделю. Минус один пакет. Остаются два. Вот этот, знаете, самый такой напряженный. Ну, видимо, тот хочет. Окей, let's go. О, мой бог, ребята. Это ухаживающая спрей-сыворотка для волос с ароматом фрези от The Album. Я про The Album много раз слышала от блогеров. Возможно, конечно, это была реклама. Возможно, нет. В телеграм-каналах видела, что бренд достаточно такой эстетичный. Хотела, не могла что-то еще от этого бренда купить. У меня уже есть спрей для лица. Буду говорить вам сто раз. Вы еще не раз услышите, что я люблю продукты в спреях. Нравится мне что для тела, что для волос. Вот, Дарлин тому подтверждение. Ухаживающая спрей-сыворотка для волос с нежным цветочным ароматом. Обладает увлажняющим и питательными свойствами. Укрепляет волосы и придает им сияющий и здоровый вид. Содержит в составе шелковый протеин, кератин, 20 разновидностей, аминокисло для укрепления сухих и ломких волос. Средство быстро впитывается в волосы, делая их мягкими и послушными. Оставляю только пряный аромат. Не требуется умывание и наносим на сухие или влажные волосы. А производство, между прочим, Корея. Я не знала, что это корейский бренд. Тут у нас все так запечатано. И, как видите, это двухфаска. Нужно обязательно встряхнуть, чтобы наносить. Выглядит, конечно, премиально. Знаете, дорого-богато. Очень удобный здесь дозатор. Распылитель. Он уже пахнет просто нереально розочками. Хоть там орхидея, но, по-моему, розой пахнет. Вау! Такое облачко, смотрите. Видели? Я обожаю, когда облачком не видели. А сейчас видели. Вот так наносится облачком. Ааа, какими-то цветами весенними запахло. Боже, это шикарно. Я уже вам это рекомендую просто за аромат. Далее здесь мы находим от Парижа праймер. Итак, от Парижа мы нашли пудру. Карандаш. Еще. Еще. Блеск для губ. Еще. Еще. И масло для губ. А еще от Парижа у нас есть вот такой вот, извините меня, праймер для теней. А теперь мне Париса. Кстати, напишите, как правильно. Париса, Парижа. Я же вообще у вас такая. Могу хоть как назвать. Теперь давайте наконец-таки посмотрим, ну что за такое, чем я наконец-таки могу пользоваться. Это H2O Hydrating Mousse Aqua Mousse для загара от James Red. Я обожаю этот бренд. Надеюсь, мусс будет действительно стоить своих 5000-4500, сколько там. Интенсивное увлажнение и загара в одном флаконе. Невесомый бесцветный мусс легко наносится, равномерно распределяется по всему телу, мгновенно высыхает и дарит коже натуральный красивый оттенок. Способ применения. За 2-4 часа до применения побрейте кожу или сделайте восковую эпиляцию. О боже, нет. Обработайте кожу отшелушивающим средством. Кстати, это немаловажно. Я всегда делаю скраб перед автозагаром. Иначе будет жесть. Непосредственно перед применением обработайте сухие неровные участки увлажняющим средством. Особенно колени, локти, какие-то сухие места, иначе пятна будут. Нанесите круговыми движениями продукт на чистую сухую кожу с сухой рукавичкой. Убедитесь, что не пропустили ни одного участка. Обработайте кисти рук и ступни ног остатками средства на рукавичке. Одевайтесь только, когда кожа станет сухой на ощупь. 6-8 часов не мочите кожу, а затем смойте средство. Вот. Это главное. Нужно наносить на ночь. Ну, днем как не мочить кожу, да? Но также у James Red есть средство, которое называется экспресс-автозагар. То есть буквально за час он проявляется. У меня есть экспресс-автозагар от другого бренда. Он действительно проявляется через час. Но он немножко пятнит. Даже не немножко, а множко. Нужно обязательно умыться, чтобы загар стал такой равномерный. Вот так это все выглядит. Здесь у нас 200 мл. Стана производства Великобритания. Интересно, он белый или коричневый? Он белый, пипец. Мне это не нравится, потому что я не вижу, все ли я обработала. Это неудобно. У меня был автозагар, который тоже имел белую пенку. Я не могла понять, я все ли нанесла, везде ли. Пахнет, кстати, ну, просто автозагаром. Я ожидала большего все-таки от автозагара за 5000 рублей. Чисто вот как маска James Red. У нее такой есть запах ретинола, плюс свой какой-то аромат. Тут пахнет как маска. Ну что ж, буду надеяться, что эти денежки были потрачены не впустую. Что загар будет ложиться действительно ровно. Кожа не будет сохнуть еще в таком духе. Как он мне, расскажу попозже. В Телеграме или в АК-сообществе. Коробку выкидываем. The Next это Organic Kitchen, так сказать, от полу-люкса. Переходим к чему-то супер бюджетному. Это у нас виртуальные колготки со светоотражающим эффектом. Крем для идеальных ног. Интересно, как это будет отличаться от того крема, который был бронзирующий. Наносим. Ну, уже по текстуре отличается. Вот этот более жидкий, вот этот кремчик более плотный. Слушайте, ну, я не вижу какого-то эффекта загара. Я не вижу каких-либо блесток. То есть, если здесь какой-то супер мелкий шиммер, а он есть, я его вижу. Но на коже его вообще не видно. Пахнет вот этот крем практически реально ничем. По сравнению с вот этим, вот этот пах лучше. Он более жирненький, он более, я думаю, увлажняющий. Но какого-то эффекта виртуальных колготок на руке я точно не заметила. Следующая штучка от Organic Kitchen. Это вот такая вот макарена. Это маска блеск для волос. Свежий сок мексиканского кактуса и органический колумбийский зеленый кофе. Я взяла это ради аромата. Паюхаем. Пахнет какавой. Ну, чисто какавушка и бабами какао. Так выглядит маска. Она совершенно обычная, белая. Текстура, как видите, плотная. Ну, пахнет клево. Если еще аромат на волосах, останется вообще класс. Следующая баночка опять-таки такая стеклянная, чтобы потом не делать йогурты. Это у нас 100% натуральная ледяная маска для лица сияния молодости. С небольшой историей. Сопропель озера Молтоваева. Реликтовая лечебная грязь. Которая прошла полный цикл биосинтеза за десятки тысяч лет. Озеро имеет ледниковое происхождение, за счет чего вода в нем особенно чистая. Маска на основе сапропелли имеет легкое охлаждающее действие, которое помогает устранить отечность и оказывает видимый лифтинг в кофе. Короче, после этой маски вы не будете мне писать комментарий, что моя кожа какая-то не такая. Как жопа. Да. Сразу не станет жопой мамонта. Будет просто жопа. Просто обожаю людей, которые пишут, что у меня какая-то кожа не такая. Ребят, я очень рада за то, что вы идеальны. Правда. Открываем. Ой, она приятного серого цвета. Мне вообще в последнее время так нравится такой вот холодный серый оттенок. Я даже по секрету скажу, заказала кофточку на Wildberries прямо такого же цвета. Надеюсь, мне подойдет. Пахнет мятой. Я не знаю, что там за сопли какие-то сапропелли. Но пахнет чисто мятой. Знаете, вот маска бабушки Агафьи. Вот эта вот моя любимая. С белой там глиной или голубой. Пахнет абсолютно так же. Будем надеяться, что классная штучка. Следующий продукт это опять-таки Париса. Я читала ваши комментарии, что многие хотели затостить эту палетку. Ну вот, я надеюсь, в ближайшее время это сделают. Самая большая палетка, по-моему, от этого бренда. Также есть такой тональный крем матирующий. Ну а сейчас мы посмотрим на эти патчи. Это у нас Натура Сибирика. Я выбрала вот такие вот с лифтинг эффектом. В черном цвете, они с водорослями. И мне уже кто-то дал обратный ответ из вас, что купили тоже Натуру Сибирику. И они вам очень понравились. Они у нас восстанавливают и укрепляют баланс биома кожи. Интенсивно увлажняют и тонизируют. Ферментированный экстракт зеленого сахалинского кодиума. С пептидом и коллагеном. Они зеленые с блесками. Смотрите, как все хорошо запечатано. Тут фольга. Пахнут они как обычные патчи, чем-то таким ненавязчивым, чем-то ближе к водорослям. Что-то в этом духе. Сейчас я оператору наклею эти патчи и вы зацените. Кстати, они двухсторонние. С обратной стороны просто серые, а с этой стороны они с блесками. Та-да-да-дам, та-дам. Вот так вот это все выглядит. Как ощущения? Холодные? Да нет, все нормально. Идеально подходит под твою худи. Как пахнет? Одежда новая. Какая балл? Балл 3 пока. Из 10, прикиньте, вот это оценочка. Ко мне присоединился главный бьюти-голик страны. И это не Фунтик. Ребята, кто у нас какие-нибудь все? Это я самый лучший блогер из колоды. Я самый классный. Почему Макс на колене? Да, со мной Баксик. И он говорит, что эти патчи, скорее всего, топчик. Маша их затестирует. Следующая позиция мне должна сейчас помочь. Это такие монтирующие салфетки, которые я взяла по скидке. У меня такие были. Это популярная корейская фирма. Называется вот так. У них еще есть маски классные. Смотрите, какая там красивая дамочка нарисованная. Типа инструкция, как этим пользоваться. Такая деловая, занятая. Она белая. Очень такая тоненькая. И протираю твой жир. Ладно, шучу, шучу. Я сейчас так подобрала хорошо косметику, что у меня практически не жирнится кожа. Чему я очень рада. Просто сам факт, что вот уже третий или четвертый день мне хватает протереть лицо вот такой салфеткой. И раз в день. То это буквально перед сном, если я буду что-то снимать. А так весь день держится. Макияж. Вот так вот это все выглядит. Смотри, сердечко получилось. А Денис пошутил, что макияж держится, а Маша нет. Это правда. Я сегодня весь день просто собирала себя по кусочкам. Вы даже не представляете, как у меня сейчас голова болит. Но, как говорится, никто не сделает работу мою. Вот еще один, знаете ли, бренд от Organic Kitchen с блогером. Это Елена Богданович. Визажист. И вот она выпустила вот этот праймер для лица. Он супер сияющий. Я его также видела во всяких обзорчиках от других блогеров. Самое хочется попробовать. В нем содержатся мельчайшие, светоотражающие частицки. Частицки? Бьюти-блогер, которого вы заслужили, ребят, простите. Здесь 30 миллилитров. Я думаю, что это будет странно мне смотреться, но интересно, как ему сделать макияж. Зацените. Он уже имеет небольшой такой персиковый тон. По текстуре он, знаете, похож на сливочное масло. Я сейчас не гоню. Это действительно так. И посмотрите, как он сияет. Он сияет лучше, чем вот это. Согласен. Вообще прикольно. А еще она очень-очень-очень вкусно пахнет чем-то ванильным, ягодным, приятным. Какая-то вкусная у вас ее спаковка. Повпью. О, наконец-то, ребята. Я ждала, когда-когда я дойду до парфюма. Я так и не знаю, как называется этот бренд. Компатур сет пасифик. Я взяла в итоге ваниль-кокос, но шла за ароматом кокос-инжир. Но кокос-инжир я не смогла так вкусить и понюхать. Надеюсь, что когда мы в следующий раз приедем золотое яблоко, они там поменяют тестер, я его смогу унюхать. Вообще, я поняла, что я стала парфюмерным голиком. Особенно после того, как я настроила всяких видосов от парфюмеров. Мне это как-то интересно. Люблю нюхать. Странные ароматы, знаете, типа вот как был аромат томата-базилик. Я офигела, что люди сделали парфюм с ароматом базилика, томата. И все вот это вот с бальзамическим уксусом. Коробочка вот такая красивая. Мне в целом нравится вот эта вся вот движуха такая эстетичная. Made in Friends. Парфюмерный дом. Та-дам. Ой, какой красивый. Вообще, он такой шиммерный. Немножко зацените флакончик-топчик. Ну что ж, открываем. Легкая такая облачная вуаль. Ребят, это очень сладкий аромат, но не вычурный. Приятный. Знаете, похоже на какой-то десерт кокосовый. Немножко напоминает Рафаэлу, потому что кокос действительно чувствуется. Ваниль чувствуется, но ваниль без горечи. Бывает ванильный аромат из горечи. У тебя как? Ой, ребят, это так вкусно пахнет. Мне так и хотелось бы, наверное, съесть такую штучку. Ой, как приятно. Ставлю этому аромату 10 из 10. Буду пользоваться именно по стоянке сейчас. Вообще, у меня сейчас на по стоянке кое-какие духи от бренда Усса. А именно два флакончика, которые распаковала в распаковке сезона ИВБ. Что это за ароматы? Пишите в комментариях, самые внимательные подписчики. Я ими каждый день проскуюсь. Даже Бореда у меня стоит без дела. О, боже. О, еще Париза. Ребят, прокладки Always Maxi Raz, Always Ultra, Always Platinum Made in Korea с котиками прокладки. Вы мне написали, что они еще продаются в Магнит Косметик. Их какие-то есть прокладки с котиками в Фикс Прайс. Я не могу доехать теперь до Фикс Прайс. Я пытаюсь это сделать с января месяц просто на шопинг. Да, я была там ко дню Святого Валентина. Но это другое, это тематическое видео. Мы сейчас будем строить вот эти прокладки, не размера XS, и они ежедневные. Вообще, я читала такую инфу, что ежедневными прокладками ежедневно пользоваться вредно. Кто-нибудь у меня шарит за это? Пишите в комментариях, действительно ли это так или это какой-то вброс. Ну, прокладка не подойдет для стрингов, к сожалению. Она такая достаточно большая, очень приятная. Пахнет ромашкой, натурелла с ромашкой, только аромат немножечко занижен. Потому что у натуреллы там прям сразу вот этот аромат. У меня, знаете, на него триггер, как на звук с Android. Вот этот пилим, так и на этот аромат ромашки. Ну, короче, вы меня поняли. Ну, надеюсь, прокладки топ. Меня попросили снять организацию своих прокладок. Я, конечно, понимаю, что у вас блогер разносторонний. И то, и все. Люблю вообще, просто показываю все, что мне нравится. Но мне кажется, это ту мать. Но в какой-нибудь уборке в ванной я сниму, потому что я уже это делала. Я показывала, как я храню свои прокладки в уборке в ванной. Ну, и последнее, что было во втором пакете, это вот такая губная помада Stay Made от Париса. Ты обиделся на всех? Почему? Потому что тебе лайк не поставили и не написали, что ты самая милая булочка в мире. Срочно исправляем ситуацию. Моя собачка обиделась и даже развернулась своей мягкой попкой к вам. Потому что вы не написали, что он самый милый, самый хороший, миленький мопщик. Давайте исправлять это. Пишите, он все комментарии ваши читает. Последний, третий пакет. Итак, здесь мы находим вот такой вот мисс для тела от Darling. Следующее, что тут есть, пэды спасателей для лица с успокаивающим и защитным эффектом. Просто хочу посмотреть, какая упаковка. У меня были такие пэды в тревел формате. Одна пара. Ребят, смотрите, как круто выглядит. Тут такая прозрачная крышка и под крышкой специальный пинцет. Далее вот так вот все раскручивается. Вот за эту штучку тянется. Как продуманно-то все похоже на упаковку из-под селедки. Вы это видели? Вы это запомнили? Ребят, вот это чудеса. Вот это я понимаю. Darling, продумали. Знаете, я вот этот момент сейчас поняла, что видела во сне. Представляете? Я видела это во сне. Там очень много жидкости. Просто посмотрите как. То есть пэды не высохнут. Но сейчас я, к сожалению, не могу их проверить, потому что их нужно носить на чистую кожу. Но пахнут приятно. Следующее, что мы нашли, это еще один тоник от Arboria. Она же говорила, их должно быть два. Один мне, один оператору. Все, у тебя теперь личный похлопаем. Раз, два. Ой, что-то уже приятно пахнет. И такая баночка эфтетичная. Привет. От бренда, который называется Marbles. Я взяла шампунь и кондиционер. Это у меня Holidays in Santorini. Боже, надеюсь, я когда-нибудь там побываю. Это корейский бренд. Мне понравилась упаковка. Ну, вы знаете. И мне понравились ароматы. Именно вот этот аромат в Santorini мне зашел. Ну, достаточно приятно. Мне почему-то навеют какие-то воспоминания о ванне в детстве. Как будто я сейчас буду принимать ее с пузырьками. Да, приятный какой-то цветочный аромат. Не ярко. Но он есть. А это у нас тоже от этого же бренда. Только это уже Body Wash с ароматом Musical в Лондоне. Как тебе? Ну, пока-то непонятно еще. Открывай банку. Напоминаю, мы это не нюхали в магазине. Только читали описание. Ну, честно. Пахнет просто обычным гелем для душа. И просто какой-то цветочной отдушкой. Это не вау. На 5 из 10 по аромату. Но, надеюсь, будет хороший какой-то эффект. Сушить не будет. И т.д. и т.п. Опа. Чисто все мои подписчики к концу ролика. Спят усталые игрушки. Книжки спят. Надеюсь, эта штука будет классной. Потому что в посылке, которую заказала Заяна, тоже есть. Которую я еще не забрала. Это увлажняющее средство для волос с пробиотиками и экстрактом ягод Годжи. Называется Фантом. После очищения волос шампуням необходимо отжать из них остатки воды. Нанести. Короче, он там превращается в что-то нереальное. И это нужно смывать, прикиньте. Вылет как тоник. Да. Интересная вещичка. Ну, буду тестировать. Следующая. Это тоже Дарлинг. Это омолаживающий лифтинг патч. Легла со смягчающим эффектом. Лифт ми ап. Супер три. Альфа-аминокислота. Аргинин. Аденозин. И неоциамид. Короче, надо держать всего 5-10 минут. Итак, у нас здесь лопаточка. И сами патчи имеют просто вот такой бежевый цвет и очень много сыворотки. Пахнут. Знаете, похоже на мисс для тела так же пахнет. От Дарлинг. Короче, одушка у них нейтральная. О, блин. Я хотела это протестировать с вами. Сейчас протестируем. Это клинсинг спрей от Manly Pro для кистей. Как это работает? Он у нас в виде спрей с маслом пергамота и антибактериальным эффектом для макияжных кистей. По инструкции это средство нужно напрыскать на ватный диск или салфетку. Так что мы с вами этим и займемся. Ну, я думаю, достаточно будет. И круговыми движениями начинаем очищать кисть. У меня вот такая вот супер грязная, как вы видите. Круговые движения. Это, скорее всего, да, все-таки действительно для визажистов, чтобы после клиента вот так вот почистить кисть. Хотя, я думаю, они их стирают всегда. Слушай, ну реально очищается. Смотри, чише становится. Ну, рабочая штучка-то. Стоила вообще недорого за такой баллон 800 рублей. Вы видели до, вот сейчас после. Она, конечно, сейчас не идеально чистая, но видно, что процентов 70 средств с нее ушло. Зачетненько. Теперь, наверное, хочу купить все-таки те самые очищающие салфетки. Да, они не такие выгодные, как спрей, но попробовать хочется. Далее у нас здесь масочка от Dr.Jart. Помню, на них когда-то были такие скидки, что рублей за 800 можно было урвать. Хотя бы там ритуаль. Но сейчас они стоят тысячу с чем-то. Я люблю с витамином С больше всего, поэтому взяла именно ее. На какой-нибудь особенный день побаловать себя. Это у нас разглаживающая маска кунжутное масло от Arborian. Ну, мы ее с вами уже тестировали в магазине, так что открывать я сейчас не буду. Такая красивая, но пусть пока постоит в упаковке. Опа, а это что такое? А это что? Это глубоко очищающая глиняная маска от Darling. Ну-ка посмотрим, какая у нее текстура. Выглядит упаковка стандартно, даже похожа на упаковки от того же Arborian. Все максимально эстетично, как вы понимаете. Действительно Pinterest. Мне нравится то, что у Darling часто розовые надписи. Это вылит круто. Смотрите. Она имеет такой розовый цвет. То есть это розовая глина или что? Да. Происходит экстра очищение пор. Плотная текстура напоминает итальянское джелата. Ощущается на коже как настоящая мечта. Она мягкая и легко смывается. Какая олиновая. Я не знаю, что это значит. Ну, в общем, очищает пор. Я почему-то умное слово написали. Гелонат натрия помогает удержать необходимую влагу. Вот что она от супругой, а не как жопа единорога. В общем, пахнет она очень сладенько и очень где-то вдалеке. То есть, ну, наверное, лицо нанесешь, когда ты почувствуешь этот аромат. Но он очень легкий. Еще один продукт от Parisa. И остаются у нас, ребят, вообще понты. Ну, такая вот сыворотка от Acola. Так приятно было, что мне уже спрашивали в комментариях под шопингом, как она мне. Еще никак. Еще не распаковала даже. Это новый бренд в золотом яблоке. Он эксклюзивно продается только там. Страна происхождения Швейцария. То есть, это, знаете, не азиатская тема, а европейская. Честно, я удивлена. Были все максимально эстетично и минималистично. Коробочка очень хорошего качества. Какие-то рисунки есть, какие-то истории. Я так люблю, когда какие-то истории бренда написано. 30 миллилитров здесь. Ну что ж, открываем. Это стекло матовое. Бабок вложили нормально. Да, упаковка дорогая. Сразу чувствуется продукт недешевый. Вот так вот выглядит сыворотка. Она очень плотная. Похожа на молочко. Густое для лица. Пахнет почти ничем. Но приятный такой запах и ничего. Он как бы есть. Мне какие-то вафли вообще напоминать. Ну, потому что я голодная уже немножко сижу. Впитывается моментально. Липкого слоя никакого нет. Мне это уже нравится. Видите, кожа прям матовая становится. Максимально. Прикиньте. Нам рекомендуют, чтобы кожа к нему привыкла. К этому продукту начинать с одного-двух раз в неделю. Это как? Ну, потому что ретинол. И, внимание, последнее. Это у нас такой лосьон от Daft & Doft. Это у нас Республика Корея. Выглядит максимально похоже на бренд Pintac от Victoria's Secret. Такие же кругляшочки. Там еще были какие-то продукты. Но я взяла только увлажняющий лосьон для рук и для тела. У меня Pink Briss Aromat. Это парфюмированный, я хочу заметить, лосьон. Он очень сильно пахнет. Ну что ж. Открываем. Оп. Это было быстро. Наносим. Смотрите, мои руки сегодня получили тройной уход. Ой, как это сильно парфюмировано. После такого никакой парфюм, никакой мист. Вообще ничего не нужно. При этом лосьон такой, знаете, быстро впитывающийся. Очень водянистый, что ли, если можно так сказать. Но при этом не супер жидкий. Я надеюсь, вы понимаете. Видите, он плотненький. Но в то же время, как будто он так сильно увлажняет руки, как будто они в воде. Ну что, девочки, мальчики. На этом все. Вся распаковка. Показала вам все, что мы взяли. Напишите в комментариях, какие продукты я вам сегодня показала. Но при этом в шопинге вам не показали, что я их взяла. Ну тут всего парочка. Но тем не менее, все равно прикольно. Слушайте, ну это 11 из 10. Такой аромат. Вообще настроение оп-оп-оп. На максималках. Буду рада вашей поддержке. Потому что сидим тут головой болеем. На видео снимаем. Я вам сто раз сказала, а что такого? Буду рада любым вашим комментариям. Всех люблю. Целую. Желаю прекрасного настроения. Подписывайтесь на ВК-сообщество. На мой телеграм-канал. Также побольше лайкайте это видео, чтобы я сняла для вас все обещанную мною тесты косметики. Уже знаете, как хочется сделать. Все. Всем пока.